И автомат держать научат, и лужи лопаты подметать. Отряд юных бойцов отправляется на службу. Перед тем, как сесть в автобус, инструктаж с напутствиями. 23 призывника расставили приоритеты между учёбой и армией. Отчислились или ушли в академический отпуск и решили отдать долг родине пораньше. Даже майских праздников не дождались. Это вот отчисленные такие ребята. Все хотели, конечно, спраздновать 9 мая, но так как отправки всегда были после 9 майских праздников, а сейчас получилось так, что оно до майских праздников первое отправка. Картина стандартная. Слёзы матерей, объятия девушек, рукопожатие отцов и друзей. Гражданских приятелей восполнят товарищи по службе. Новобранцев ждёт испытания на прочность. Девушек – проверка на верность. Но родители всегда ждут встречи со своим чадом. В любом случае все понимают, что защита отечества неотъемлема. Да и на пользу призывнику. Я его сама отправила, чтобы побыстрее сходил и побыстрее пришёл. Чтобы собранным стал, ответственным, серьёзным уже. Настроенный на серьёзную жизнь. А сейчас ещё не настроен? Ну, он пока ещё всё равно в голове, у него немного ветерочек. Мы сами сказали, пусть едет он академический рост, пусть взял с университета и отправили. Пусть идёт в армию. На первых отправках больше шансов остаться проходить службу в Приморье. Следующая партия новобранцев запланирована на 15 мая. После этого автобусы с юными бойцами будут покидать военкомат каждую среду. Под прощание славянки транспорт с отрядом новобранцев отчаливает от военкомата. Автобус отправляется не в последний путь, а на распределительный пункт, но слёз от этого не меньше. Уже через год этих мальчишек увидят более мужественными. Илья Аманатов, Антон Войцеховский, Телемикс.